Продолжение следует... Это я, Ефим Овчинников. Сегодня увидите. В Онежское озеро льется бензин. Никто не знает, что делать. Один день без машин для чиновников. Акция, обреченная на провал. Кино, да и только по городу разъезжал горящий кран. Вот это необычный салат. Способствует похудению. Что готовим в новом сезоне на ТНТ «Онега»? В Онежское озеро опять льются мазут и бензин. Характерные пятна на воде и едкий запах обнаружили горожане, отдыхающие на берегу в районе улицы Московской. Там, где обычно купаются моржи. Для мэрии это не новость. В происходящем пытаются разобраться едва ли не пять лет. Да все без толку. Бензиновые реки, мазутные берега. И это не нефтехранилище. Это Петрозаводская губа Онежского озера. Лет пять назад первыми шум подняли любители зимнего плавания. Разразился скандал. Власти города установили специальные устройства для очистки сточных вод. Но, как показала практика, заграждения не справляются. Каждый день приходим, каждый день утром. Но сегодня действительно вот такого не было. Такого не было, потому что вся акватория вот этого части залива, она вся залита. Все камни. Отплываешь метров 50-60 и там, значит, даже находятся. Вот вчера вечером было чисто, совсем нормально и свежий воздух. И все. Сегодня даже все приходят, говорят, на зубах и во рту чувствуется вот этот запах мазута. Ну да, есть, конечно. Да, ну даже видно. Заложниками ситуации, как всегда, стали горожане. Они живут около красивейшего озера, но чистого официального пляжа нет. Вот и приходится от безысходности приводить детей на берег Онега, где камни и песок покрыты мазутом. Очень страшно выпускать ребенка. Я его не могу выкупать. Он у меня весь грязный в песке. Очень плохо отразится. У нас и так экология вся загрязнена. Бензиновые разводы по воде медленно тащат в сторону городского водозабора. И когда это прекратится, не может сказать никто. Откуда горюче-смазочные материалы попадают в озеро, специальная комиссия так и не выяснила. Звучали разные версии. По одной из них в канализацию мазут сливают на железнодорожной станции в районе улицы Шотмана. Есть мнение, что виной всему неисправная ливневка Петрозаводска. Предположения не решают проблему. В любой другой цивилизованной стране мира уже объявили бы экологическую катастрофу. Установили бы на этом месте массу заграждений. У нас же специалисты мэрии и надзорных органов в очередной раз развели руками. Видимо сброс нефтепродуктов в Онега давно стал нормой. Один день без машин. Республиканских и городских чиновников попытались пересадить на общественный транспорт. Предложили прогуляться до работы. Это была инициатива главы Карелии Александра Худилайнина. Он сам иногда ходит на работу пешком почти 3 километра за полчаса. Сплошная польза. День печали, скорби и памяти по удобствам служебного транспорта. Правда только на один день. Такой опыт над республиканскими чиновниками решил поставить глава Карелии Александр Худилайнин. Пусть, мол, к беспорядкам в Петрозаводске присмотрятся. Вдруг где что не так. Все-таки столица республики. Если где не справляется управляющая компания, будем понуждать их через нашу личную инспекцию. Я думаю, что жители только порадуются, если город станет чище, краше. Если общественный транспорт станет качественнее, лучше ходить. Внутри почище будет. Это же тоже очевидно для всех, для нас. Поэтому эта акция имеет, видите, сколько много плюсов. За 5 минут с вами побеседовали, сколько нашли еще положительного проведения подобных акций. Благая идея нашла отклик в сердцах далеко не всех государственных служащих. Главного правдоруба республиканского правительства Валентина Чмеля могли бы попросить раз в году зайти на работу с черного хода. Все-таки акция. В итоге досталась и ее идеологам, и прессе. Не надо устраивать шоу с нормальной естественной ситуацией. Я вот не понимаю, зачем мы здесь собрались, честное слово. Хочется же узнать, что увидели вы по дороге. По дороге я увидел помойки, больше ничего. Я их вижу каждое утро. Горькая правда и правда лучше. Тем более, что акция «Один день без машин» выявила, машинозависимых обнаружились опаздывающие. На слово буквально скажите, пожалуйста. В отличие от своих коллег, Валентина Улич заверила, что пешком ходит часто. Рассчитано все. От дома до работы 43 минуты. Кто лучше разглядит в городе проблемные точки. Конечно, проблем много. Что там говорить? И инфраструктура, и состояние дорог. Что, кстати, на машине узнаешь значительно лучше. И, наверное, самая главная проблема сегодня, как ни срана, очень вопиюще очевидна, и это отсутствие велосипедных дорожек. Потому что очень много желающих пользоваться велосипедами. А, по сути, проехать по городу негде, и тем более припарковать. Хотя мы возле своих учреждений уже велосипедные стоянки организовываем. К этой акции попытались привлечь и работников администрации города. Однако мэрия в то утро была слишком сонной. Кто на машине, кто пешком. Видимо, когда все задумывали, наказывать не обещали. Ну, а теперь давайте вспомним, чем удивил интернет. Известный блогер познакомился с манекеном гаишника. В Петрозаводске украли ящик для пожертвований. Ворона перекусила в Макдональдс, а по улицам Петрозаводска разъезжал горящий кран. Кино, да и только. Очевидцы подумали, что в Петрозаводске снимают кино, да непростое, со спецэффектами и погоней. Оказалось, все проще. Пьяный молодой человек угнал кран. Решил отомстить начальнику, который задержал зарплату. Отомстил и начальнику, и заодно всему городу. Сломал шлагбаум, врезался в скорую помощь. Ко всему машина загорелась. Несмотря на это, водитель попытался оторваться от преследования. За ним гнались сразу несколько полицейских машин. Нарушителя задержали только у речного вокзала. Ему грозят серьезные штрафы. Чем я хуже людей, подумала Ворона, и решила отведать продукцию Макдональдс. Ее едва ли поддержали бы сотрудники ЛДПР, которые давно предложили закрыть филиал американской конторки. Однако Ворона вне политики. Она медленно разбросала по газону и тротуару содержимое пакета и добралась до самого вкусного – соуса, который не доел расточительный любитель фастфуда. Граммдумается 200. А может быть и 300. А может полфилот. Словно ворон налетел похититель на один из петрозаводских баров. Украл не что-нибудь, ящик для пожертвований. Стоило бармену отлучиться буквально на несколько секунд, как деньги, которые так долго собирали посетители, перекочевали в карманы лоришки. Сейчас злоумышленника ищут. В Карелии побывал известный путешественник и блогер Дмитрий Балакирев. Как всегда, много фотографий с высоты птичьего полета, рассказы о наших небольших городках с потешными для приезжих названиями и, конечно, прикол, снятый в Лахденпохе – манекен женщины-автоинспектора с весьма суровым лицом. А сзади надпись «Нежданчик». Петрозаводск – город доброжелательный к детям. Это не звание и не модель идеального муниципалитета. К глобальной инициативе детского фонда ООН столица Карелии подключилась 4 года назад и уже добилась успеха. В 2011-м по опросам фонда ЮНИСЕФ совместно с РИА Новости наш город занял первое место и даже обогнал Москву. Программа «Город доброжелательный к детям» – это не просто набор разовых акций. Это образ жизни. Целая система, призванная помочь детям почувствовать себя в своем городе максимально комфортно. Одно из направлений – забота о выпускниках детских домов. Им трудно вступать во взрослую жизнь в одиночку, поэтому они всегда могут обратиться к своим педагогам за помощью и советом. Трудности во многом. Не только в работе, трудности и в обучении, и в семейной жизни потом, и в плане сохранения здоровья, и получения жилья. Многие-многие. Все, что составляет нашу жизнь. Многим из нас не понять. Как можно не уметь платить за квартиру, оформлять те или иные документы, получать их? А некоторые выпускники детских домов только начинают познавать мир. Анна Хайнин уже три года не живет в детском доме, но постоянно приходит сюда и ей помогают. Если что-то по документации, то есть непонятно, неизвестно, то есть куда-то идешь восстанавливать что-то, или наоборот получать, то вот придешь и проконсультируешься. Так проще, чем бегать, туда обратно узнавать. В помощь специалистам, работающим с детьми, гранты, специальные программы, бюджет города. Не так давно 4-му детскому дому из казны Петрозаводска выделили 100 тысяч рублей. Были у Панфилова и Эллы Александровны полномочены по правам человека. Также обсуждали сегодняшнюю ситуацию, как город Петрозаводск участвует в этой программе ЮНИСЕФ. Пригласили ее на межрегиональную конференцию, которая состоится в следующем году. Это будет в марте 2015 года. И будет проходить непосредственно в городе Петрозаводске. Заручились поддержкой ее. По мнению представителей Петросовета, нам будет, что показать гостям и еще раз доказать, что Петрозаводск – город доброжелательный к детям. Только в прошлом году у нас установлено 20 детских площадок. Они появились во дворах и на городских территориях. По решению депутатов Петросовета на это выделено 9 миллионов рублей. В этом году реализация программы поддержана. Депутаты двумя решениями сессии Петрозаводского городского совета внесли дополнительные необходимые средства для установки порядка 36 площадок. Опять-таки в разных районах города. Как и в прошлом году, большинство детских площадок установили в связи с пожеланиями граждан. И последнее. В новом сезоне телеканал ТНТ «Онега» начинает вкусный проект. Мы будем ездить в гости и готовить еду. От бюджетных салатов до роскошных блюд к большому празднику. Посмотрите, съемки мы уже начали. Над названием нового проекта сейчас работают специалисты из Нидерландов. Пока же, не покладая рук, мы нарезаем салаты, делаем вкуснейшие бутерброды. Съемочная группа «В счастье». Это вам не политика. Здесь можно досыта поесть, познакомиться с неординарными людьми. Вот это необычный салат. Способствует похудению, обмену, улучшению обмена веществ. Поэтому это на десерт. Я знаю, что вы, когда готовите, всегда поете. Поем. Песня пусть начинается, до небес поднимается, Светом пусть наполняется, как заря. О, как, друзья, люблю я дачу, по ней я в городе скучаю. Здесь все меня к себе манит, а шуйский воздух так пенит. Сиреней я рукой коснулась, и словно сонная проснулась, И аромат мне подарила, и красотой осенила. Новый сезон на телеканале ТНТ совсем скоро. Следите за анонсами. Пока все. Это была программа СтопКадр с Ефимом Овчинниковым. Если и у вас есть любопытная информация, не сочтите за труд. Поделитесь с нами. Телефон 59-2050. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok